Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить мод Камнезии под названием Final Revelations. И все-таки нам действительно надо покинуть эту деревню и отправиться в особняк, но это можно сделать только днем. И сейчас как раз-таки день, так что давайте наконец-таки покинем эту деревню. Все, погнали. Конец второй части, по-моему, получается. Сразу говорю, я играю ночью, так что могу унести какую-нибудь фигню, потому что немножечко сонный, голова немножечко не варит, так что не обращайте внимания, если буду унести какую-нибудь фигню. Я решила сделать, что Майкл сказал, что нужно делать. Я решила сделать, что Майкл сказал, что нужно делать. Неожиданный поворот, скорее всего, как-то так приводится. То есть, часть третья, неожиданный поворот. И вот мы наконец-таки добрались до... ...это особняка Джефферсона. Ну что, пока что прям выглядит все симпатично, уютно. Давайте теперь смотреть. Вернее, осматривать его. Видимо, он обедает, этот Джефферсон. Но тут уже, по-моему, все сгнило. Гляньте, мухи летают. Голова свиньи, уже сгнившая, скорее всего. Ну, вроде бы на столе тут ничего нету. В шкафу тоже ничего. Меня радует, что здесь у него светло в доме. Так, мясо. Ну и, в принципе, здесь больше ничего и нету. Ладно, отправляемся дальше. Так, тут он двухэтажный, особняк у него. Так, а тут что? Нету полезного. Можно прослушаться. Какая баба нам что-то там... Ну, скорее всего, нет. Не нам она сказала, она говорила Джефферсону. Чуть забав запела. Ты в втором этаже, что ли, поет? А, это музыка. Ёп, что на лево. Это да, это музыка. Это не баба поет. Надо на этим пугать. О, Ленин, здорово. Ну, гляньте, аквариум типа, да? Классно сделано. Ой, зачем сюда спрыгнул? Помешал рыбкам. Так, трубница. А это ванная, видимо. До сих пор тут вода. Ничего полезного нету, а? Падла, Джефферсон ничего мне полезного не оставил. Вещи, книги. Брать нафиг. Вдруг за ними что-то есть. Картина не снимается. А что это кровать привязанная? Что-то резкая музыка. А, нет, заново началась. Картина не снимается. Дверь закрыта, требует ключ. Фу, а там темно. Пойдемте, что, у нас другого выхода нет. Хотя нет, мы еще можем второй этаж подняться, но пофиг. Пойдем сюда, для начала. Ух ты, сколько у него тут запасов мяса у Джефферсона, а? Свинина, свинина, именно. Ну, не сказать, что это прям на год хватит, но... Не, ну, зависит какая семья. Если он один живет, то ему вполне, я думаю, на полгода хватит. Ну, хотя это тоже еще в зависимости, как человек ест. Так что нет, спорный момент. Не буду ничего говорить. Да, блин, дайте масло, а. Тут вот уже вот... В погребе... Или что это, я не знаю. Тут у него уже темновато, конечно. Так, ключ опять же требует. Хм... Уже две дверей нашел закрытые. Ключей у меня нету. Мы пойдем на второй этаж, может быть там где-нибудь ключи найду. Сундтрек, кстати, очень прикольный. Вот особенно бабы, когда поют. Классно сделано. Тут две двери. Ничего. Блин, ну где же ключи? А, вот ключ. Че это за звук был? Хаос, по-моему, это дом. Алоны. Одинок, по-моему, переводится. Я... Сейчас. Как что-то переводить? Алоны и все вот вместе. Сложить надо, что там было написано. Я, очевидно, что-то такое... Не один в этом доме. Скорее всего, так. То есть я, очевидно, не один в этом доме он имел в виду. А кто ж тут еще может быть? Может, сам Джефферсон? Так, рубашечка не нужна тебе? Не, все, больше тут ничего нет. У нас теперь есть ключ. Опять баба запела. Неужели, правда, тут кто-то еще есть, а? Был какой-то еще щелчок? Что-то открылось? Или закрылось наоборот? Кто здесь? Покажись. Мне показалось, что сейчас были звуки цепи. Да ладно. Ну-ка, подойдет ли сюда? Да, подойдет. Угу. Ну-ка, что он на себя записал? Просто я случайно навел на книжную полку. Ее можно было пощупать, потрогать и все такое. Ну... Похоже... Он говорит, можно передвинуть, но сам он как бы своими руками не передвинет. И тут даже вот на полу видно, что по траектории он куда-то влево сдвигается. Да, и за ним, по-моему, что-то действительно есть. Ну, значит, где-то должен быть механизм, рычаг какой-нибудь. Валду? А, я думал, что я был виноват. Я могу вернуться позже, если вы хотите. Нет, нет, все нормально. Но где же может быть в рычаг или какой-нибудь механизм, блин? А! Вон у нас стоит. Картина открывается у нас. Так, будем сверх. Да, так и есть. И вот мы открыли проход в какую-то секретную... Комню тут, тихо. Не пахти мне тут. А, вот, видите? В баночке ключ. Ключ от машинного отделения. А где у вас тут машинное отделение? Полки. Одумайтесь, ведите себя адекватнее. Где у вас тут было машинное отделение? Может быть, внизу? Вот эта вот дверь. Ну-ка. Да, так и есть. О, что-то к темноту будет. Вообще ни клипа не видно. А, ну вот, кнопка. Опять что-то мне себе записал. Ну, по звуку, как я понял... Нет, какие записи и воспоминания. Непонятно. Короче, по звукам, видимо, не удалось запустить машину. Причина в ней не ясна, почему она не запустилась. Или... Или что-то мы открыли. А что могли открыть? Пробежаться посмотреть нам. Внимательно. А-а-а! Вон оно что! Здесь, помните, картина была. И вон она влево сдвинулась. Гляньте, тут прям все на механизмах, на секретных... ...проходах. Сделано все. Секретный проход. Но он закрыт. Товарищ, ты... Дашь мне свой меч и топор свой дашь? Ради... ...безопасности, конечно, от общества кто-нибудь... Так, тихо. Музыка сразу изменилась. Более такую... ...тревожную. Ой, блин, опять прыжки. Чердак какой-то у него тут еще есть. Обалдеть. Да, это чер... Я бы хотел спросить у него, нахрена он тут гробы хранит? Да еще если там трупы есть, то вообще зачем? Он же больной на голову, что ли? Еще погнали проверять. Если кто-нибудь в них. Никого? Никого? Тоже никого. Но вопрос, опять же, все равно к нему адресован. Зачем ему... Тихо, ветер, не дури. Эти вот... Сколько? Шесть гробов. Зачем? О, топор. И мечи, вот ли. Две пушечки. Я сомневаюсь, что их надо зарядить и выстрелить. Они так просто ради декора. Так, это нам явно надо прослушать. Идите ты налево, а? Так, на начало, кстати, я проверю. Не, в шкафу никого. А то вдруг... Ключ. Ё-то вы налево. Сколько у хрена вообще? Вовремя хоть залез я. Пока чаю попью хоть. Сколько у хрена вообще он сюда приперся? И все-таки я вам наговорил, что, типа, он здесь не один. По-моему, приближается по звукам. Буля! Главное, по звукам я слышал, что приближается. Но... Напугался все равно. Так, а этот люк? Нельзя открыть. Вообще взаимодействовать с ним никак нельзя. А ключ, похоже, от секретного прохода. Как я понял. А больше нам и некуда использовать этот ключ. Тихо-тихо-тихо! Замечательно. Как я понял, вся эта лестница просто рухнула, да? Ну не вся, только в начале рухнула. Теперь муж явно туда поднял. Хотя нет, если уж сильно постараться, то туда подняться можно. Вообще перепугай, она рухнула. Неужели наш главный герой настолько толстый, отрастился ляхи, что ж не выдержала конструкции и рухнула? Просто тут эта лестница стоит явно несколько лет, и ничего, нормально. Неужели в этот день прямо она... Должна была рухнуть. Тихо, что этот свет моргает тут? Ну-ка, крючь, сюда. Да, именно сюда. Секретный проход. Куда-то плавно из особняка мы уходим. Вообще ничего не видно. Лифт! Какой-то в шахты вниз мы едем. Ну гляньте. Вообще темно, ничего не видно. И лампу не дали. Ой, вернее, масло. Так, дверь закрыта и требует ключ. Что справа? Понятно. То есть вот эта вот хрень мешает открыть дверь. Нужен... Нужна нам кислота. Вот уже и тут ингредиенты и... Кровь на полу ведет к этому шкафу. Да ладно, угораешь? Что за сухой? Шкаф заблокирован. Кирован. Это от тебя такие звуки? Да. Я чувствую, кто-то оттуда вырвется скоро. Из-за шкафчика. Там просто сейчас сидит. Затаился, падла. Так, ну сейчас можем прослушаться. Письмо, если хочет прочитает. Ну тут максимум я могу огонь. Чуть-то он его не включает. Так, здесь явно что-то не хватает. Надо идти дальше. Ну так уж все просто. Тут дверца, которая открывается от венцеля или рычага там. А что ж остается? У нас только вот... Надо что-то тут думать. В этой комнате. Может быть, надо молотком садануть. А как его открыть, этот шкаф? Трудницы закончились. Зашибись. Тут еще вот эта вот хрень. Я ее взять не могу. И добавить мне туда в принципе нечего. Ну погодите, я опять застрял, что ли? Закрытая. Закрытая. Ну, то есть закрытая из... Брокен. 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 Знакомая, блин, не помню. Брокен. Заблокирована, наверное. Хотя... Как же вот эта дверь открывается? Надо шкаф открыть. Но как? Как его открыть? Тут эта хрень. Которую явно, наверное, молотком не пробьет никак. Тут кислота нужна. Ну, наверное, мы никуда не уедем отсюда. Блин, тут я застрял, а? Так, сейчас внимательно отсмотреть от этого разработчика... Вернее, не разработчика, а от вот этой модификации именно можно ожидать всего. Я это уже понял. Здесь настолько хитрожоко все прячут, что можно найти только случайно либо просто каждую стеночку осматривать. Возьмите, может, стулом садануть? Да не. Стулом плохая идея. И, в принципе, серию я не могу закончить. Потому что мы сняли-то всего ничего. Но я делать не знаю, не знаю, что делать, вот чем проблема, а? Фонарик бы хотя бы дали, а? Просто так не видно ничего. Может быть, тут и есть какая-то кнопка, но я ее не вижу. Ее просто не вижу. Смотри, кислотой что-то еще делается. Конечно. Походи, можешь молотком ее садануть? Ну-ка, на скафу. Да не видно ни хрена, вот что проблема. За ним, по-моему, тоже ничего нету. Застрял так застрял, а? Поглядите, а. Вообще не знаю, что делать. Эту дверь как открыть? Она закрыта. Ну, по-моему, требует ключ. Вот. Бороть открыт. По звукам так. Практически открыт ее. Можно ногой садануть и все. Тут, да, никак вообще. Никак. Ну, вот явно, что-то в этой комнате мы должны сделать. Ну, прям вообще не пойму, что. Он, по-моему, должен включить огонь, наверное. Бля, бля, бля. Нормально? Кнопка еще, может быть, будет заныкана тут. Может быть, такое, по сути. Будет смешно, если это, скажем так, на видном месте, лежит. А я ищу что-то. Не знаю сам, что. В чем прикол. Брокон. Как переводится Брокон. Твою же налево, а. Брокон, 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 Брокон. Ну, молотком стани, будьте Брокон. Не вижу ничего. Вообще ничего не вижу. Смотри, может, это наверху спрятанное. В принципе, вот сюда можно что-то положить. Тихо. Тихо. Блин, это актенок от паутины, блин. Ребят, я не знаю, представляете, а? Неужели я сейчас тупо сейчас пронасаюсь? Тут где-то минуту... Погоди, вы что-то видите? А, это срано это. Просто неужели я еще пронасаюсь? Тут где-то минут 10. И все, закончу на этом серию. То есть пол... Такой полсери мы только 10 минут нормально поиграли, потом вот и застрял. Ну, я не знаю вообще, ребята, что делать? Просто намертво застрял. Просто стыкуй на все. Может, это дверь как-то открыт? Ну, как? Она явно открывается от механизма. Погоди. А я кинжал пробовал? Все равно кинжалом он вряд ли сможет. Офигеть, он смог! А я тут туплю бегаю. Я думал, я нужен. Не-е-е, тут кинжалом. Банка. Не, банка, он говорит, не нужна ему. Опа. Тихо-тихо-тихо, одумайся. Так, это что было предсказание? Потому что мне, как я понял, это было в коридоре. То есть сейчас я выйду, и на меня побежит эта тварь, да? Это очень похоже на предсказание. Заранее мне сказали, типа, вот. Называется странный артефакт, по-моему. Ну, это осколок сферы. Что-то как будет. Ну-ка, сейчас проверим. Сейчас должен побежать. Кто-то дверь сломал. Там кто-то дверь сломал. И знать не хочу, кто. Кто дверь сломал? Алё. Не могла она сама сломаться. Лом. Вот теперь... Ты меня только не пугай. Почему они так реально гениально пугают? Он не бежит, сломя голову, а им так спокойно стоит, и всё. О, то есть я прав был. Шкаф заблокирован, и его ломом надо. И чё там? Ну, здорово. Чё, он в тебя плюнул, что ли? Чё он сделал с тобой? Я очень извиняюсь, но это всё было. Я очень извиняюсь. Его мать, чё произошло? Какой хрен вообще тогда ты открывал, а? Не хрен было открывать, как говорится. Я удивлён. Я впервые вижу, что кинжалом можно ту хрень разрезать. Обычно всегда кислотой он... Ли? Ли? Ты чё творишь, э? Пожалуйста, увлечайся. Ах, где... я... Ты чё, меня закапываешь, что ли? Рано, я жив ещё. Т-то... Мужчалом, подвеском, он тебя поспал. Как ты нашел меня? Ну, я... Я... Я просто... Ты был спортом на меня? А где мы? Короче, я на место, видимо, закапывать собиралась, но резко я жил, и она обрадовалась, типа, всё, иди отсюда, я не буду тебя закапывать. Хух, хрена, она вообще здесь находится, она же в магазине должна быть, или другая баба? Ой, вообще непонятно, ну да ладно, где? Вообще непонятно, где? Чего? Ничего непонятно, ладно. А это что за здание? Оле, цветочки тут, прям лавочка, красиво всё сделано. Так, дверь закрыта. Опа, тут кто-то ломал дверь. Так, ну что-то он у себя записал, ну, явно её надо... А где мой молоток, эй? Мать, отдай мой молоток, ты что, забрала? Где мой молоток? Ну, он что-то у себя записал, что, типа, дверь и так уже... разбита. Надо попробовать её ломать. Ну, вот камень. Камнем можно, в принципе. Да-да-да, камнем можно. Вот мой фонарь. Ну, у меня ещё молоток был, эй. А вот молоток, кстати. Бери! Не бри. Не бри, я думаю, себя в шкаф пошёл. Ладно, всё, что забудь про шкаф. Пока уберём мы эти коробки. Я что-то нифига не понял. Чё, она баба с ними заодно, что ли? Уходи, не дури. Он не собирается уходить, нифига. Уу! Тихо. В общем, не заметит. Во-во, уходи, давай. Всё, ушёл. Красота. Ну, типа, я должен был в шкаф залезть. Да, охренеть. Как я успел бы, блин, все вот эти коробки убрать, когда он уже на подходе был. Уже заходил, скажем так. Опа! Пропала! Где она? Похоже, короче, вот надо вот тут сломать проход. Но я вот на всякий случай попробую. Ну, конечно, это плохая идея идти за ним. Вот тут он предлагает молотком сломать, наверное. И в чём проблема? А, тут он говорит, типа, сам может пролезть, но ему надо было забрать свои вещи. Фонарь там, молоток и так далее. Где мы вообще находимся? Я спуску вниз какой-то. Влево можно. Там собака, я по-моему не пойду. Ай, чуть-чуть задонка. Кто здесь живёт? Всё так ярко. Он чё там кино смотрит, что ли? Алё? О! Хорош! Мы зашли в какой-то чужой дом. Плохая идея, да? Ну, кто тут ходит, но это, в принципе, нормально. Здорово. Так, мы сейчас это чувствуем, что тут нагремим. Хозяева спустятся нам. Пушин дерут. Хитро. Хитро, блин, спрятали проход. Сейчас, погодите, я посмотрю. Скорее всего, вот эта дверь закрыта, да, да, да. И это тоже закрыто. А, это входная дверь, получается. Тут никого нет, на самом деле. В этом доме. И телек тут никто не смотрит. Чё-то я сейчас чувствую, кто будет нас пугать. Ни хип. Ефу, на мать. Почему, блин, всегда я захожу в такие дома, где какая-то хрень происходит. Всё время убивает кого-то. Кровь. Так, ручная дрель. Коробку убрать не могу. Ну, в принципе, ничего есть такого. Мужикана пополам распилили. Какая жесть. Так, ну, по-моему, здесь больше делать нечего, но я чувствую, сейчас надо валить бегом отсюда, пока нас на его место не положили. Всё, валим. Так, куда бы теперь пойти? Справа у нас собака, собака. А слева хоть спуск вниз вообще там идёт. Он, видите, собака. Она не пустит нас, я чувствую. То есть, по-любому, нам надо идти вот сюда. А что, вода, что ли? Тихо. Да, это вода. Ну, типа, это какое-то озеро или речка, может, какая-нибудь. Так, туда нас не пускают. Блин, прикольно сделано. Ну, как сказать, относительно-ка, прикольно. Всё равно впечатляет. Так, дверь какая-то. Скорее всего, нам в неё и нужно идти. Угу. Больше нас никуда не пускают. Дверь закрыта. То, что я там записал, неинтересно. Воспоминания. Бейч. Воспоминания будет матерное слово. Unlocked the door. Ну, короче, он похоже сказал, типа, я обязан открыть эту дверь. А как он её открутил? Я не знаю. Что-то под досками. Чё-то обосрался. Или ты замёрз? Я не знаю. Чё-то... Не, он обосрался. Он ногти грозит опять. Хорош, не дури. Напомните. Всё нормально. Ну, что там наверху... Не, скорее всего, нам надо теперь назад идти и... прорываться через эту собаку странную. А другого выхода я не вижу. А, подожди! Я ж валенок. Мы ручную эту фигню нашли. Оооо, товарищ, держись. Сейчас зайдём внутрь. Нет? Что-то, я не знаю. Я-то думал про то, что ли. Типа, сейчас он ковыряется и... О, не, он сейчас в с ума сойдёт. Не знаю, ещё он ссыться. И вроде никого тут ещё не было, он уже обосрался. Ну, тогда придётся он туда идти. Хотя это плохая идея. Она нас не пропустит, ведь. Ну, попробуем, конечно. Он мне говорится, типа, не дури, развернись и иди обратно. Туда я, типа, ни в какую не пойду. Я не дурак, типа. А назад я залезть могу? Нет, значит, я должен вернуться вот в этот дом. Может быть, там вот была закрыта дверь, может... В ней поковыряться вот этой ручной дрелью. Это вообще деталь. Да, это небольшая... Вообще-то деталь. Надо ещё, по-моему, несколько деталь найти. Да нет, даже подозрительный. Я когда уходил, никто не напугал. Нас должны же, блин, напугать. Вот, скорее всего, вот так надо. Да, видите. Я ошибся домом. А, о, хрен, я что, вломился к тебе в дом, что ли? Ты не против, если у тебя тут поэты? Полозю. Смотрю, что находится. Продеваю. Что ты здесь делаешь? Извини, не знали. It's okay, I understand. I think I know who the owner of this house is. You do? Yeah. I think you know who it is, too. I know him, too? Oh, it's... Yes. I found a key and a note, I think, that could help you on the way. Okay. Thanks. I don't understand what she's doing here, what she's doing here, what she's talking about, but I forgot it at home. Она должна быть в своем магазине. Либо это другая баба. И как-то мне неприятно с ней рядом находиться. Такое прямо есть чувство, что она сейчас возьмет и набросится. О, он ключ, кстати. Не дури. Вот на тебе стул. Не дури. Я уверен, сейчас ключ возьму, она начнет дурить по-любому. Так, стоп, у него что-то было? Трудность. Ну да, прослушаем. Я очень извиняюсь, но это должно быть сделано. Я очень извиняюсь. Нет! Открыть меня! Чёрт! Я думаю, что мы знаем, что произошло с Эммой сейчас. Это так хоррабло. Что он плачет? Индидеид, это да. Я не понимаю, что мы сейчас говорим. Не надо, что я беру письмо. Беру ключ. И сто на месте! Ходи, я не смогу смотреть. Ходи, я слышал, что ты хороший книг-ритер. О, ты читал их? Не yet. Но может быть, я буду. Но он говорит, что я... О, окей. По-моему, оно в общем-то. Ну, в общем... Меня не волнует. Что, мы не говорили, я пошел. Сейчас, мне здесь психонетка побежит за наеду. А, они тут по-прежнему закрыты. Ну, полезли через эту. Всё, Шкайна там стоит. Одинокая дева эта. Блять. Где? Вон. Это что-то еще заходило резко. Стоял там, кости обгладывал. А теперь заходило резко. Так, что это за ключ? Открывай ключ от той двери. У меня осталось еще эта хрень, кстати. Где она? Ее не вижу. Там влево ушла, да? Бля, мутнеет. А, вон! Не дури. Не дури, говорю. Подумайся. Ну-ка. Да, всё. Это еще что? Это что за колодец? А, нет, не колодец. Здесь всё рушится, гляньте. Слушай, ты уверен? Хочешь ли сюда идти? Здесь какая-то очень тревожная музыка. Мне уже не хочется идти. Видишь, что с рыцарем стало здесь? Подумайся. Деньги, масло. Всё на соплях, всё рушится. Так, я её же кнопку. Офигеть. Всё это клёво и жутко выглядит. Опять он обсирается. Можик, ты жив? Нет, скорее всего, нет. Его придавил. Весь уж паутина покрылся. А, понятно. То есть на одна кнопка нажать и откроется дверь. Я не знаю, что он говорит, но не дай бог он говорит, что это костер типа тёплый и недавно здесь кто-то был. Не надо на такого счастья. Тихо. Вот, смотрю. Там кнопку он ещё, видите? Тихо. Тихо. А, он наслазить умеет. Так, сейчас, сейчас, только не падай. Валим. Ты чё стоишь? С товарищем стоишься. Ох, я слышу тебя. Ого. Всё рушится. Так, рычаг. А, там с той стороны вообще обвал произошёл. А, это вон там дверь открывается. Блин, да, ступай слегка. Почему на время открывается? Нет! Нет, сука! Ну, я не хочу. Блин, падать надо. Боюсь, сейчас я всё-таки упаду. А в воде я слышу, тварь. Так, ладно. Всё. Плохо дело. Плохо дело, плохо. Я всё уже не успею. Так, закрыто. Тихо, вы там не дурите внизу. Ульяха, муха. Тихо. Эй, пей, пей. Валерьянку будет всё хорошо, так тихо. Да, чтоб ты был здоров. Что он не прыгал, а? Сейчас нажимал на пропишу, он не прыгал, падла. Ай, не дай бог, я сейчас за наночну. Хотелось бы с этого места, где рычаг надо дергать. Отсюда почему-то как-то странно расположили нас, чуть ли не перепрыгнули. Ладно, надеюсь, сейчас всё получится. Вот тут вот сложно. ёптвы, налево. Тут он не запрыгивает. Да, ещё и застревает за каких-то досок. Сука! Тут он вот видите, вот такие где-то торчат доски, он застревает. Тут, блин, аккуратно надо. вот здесь. вообще никак. Ну, никак не получается. ничего сложного так смотришь не получается для наклон выпустила не получится ничего нет не хочется тратить сейчас сейчас будет просто уже наверное из-за того что сонный уже лень как-то и не получается тот же момент я думаю сейчас покинем эту локацию и закончим этом все вот он не прыгает я нажимаю на пробел он не прыгает тут ну-ка вот как вот он не прыгает он прыгает только под ней нельзя быть он включится под ней стоит тогда он не прыгает а я думаю что он не прыгает там мать 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 все видно у полку конец 3 6 как-то быстрее сказал бы мы прошли Застряли, конечно, где надо было кинжал использовать, вот на этом месте, да, печально. Ну, ничего. Сейчас просто я узнаю, где был я, и я закончу на этом серию. Не понял, как ее приводится. Ну да, ладно. Приключения нас уже ждут в следующей серии, а пока я с вами прощаюсь, надеюсь, вам понравилась эта серия, ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok